Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием блаженного Афеофилакта. Показываю вот. Показать, как это выглядит. Вот. Начальная. Ну, первая корочка. Здесь мы раскрасили 230 иллюстраций Гюстава Дорреа. Вот оно, как уже идет. Долго старались. И, наконец, все-таки сделали. И 297 комментариев о положении. Как нужно благовестствовать и любить Слово Божие. Итак, номер 19. Евангелие от Луки, 17, 34, 37. Сказываю вам. В ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молчь вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему. Где Господи? Он же сказал им. Где труп? Там соберутся и орлы. Толкование блаженного Афеофилакта. И отсюда мы научаемся тому, что пришествие Господа воспоследует неожиданно и внезапно. Ибо сказание, что двое будут на одной постели, показывает беззаботность людей. Равный молотье обозначает неожиданность пришествия. Научаемся еще и тому, что пришествие последует ночью. Итак, Господь говорит, что и из богатых, покоящихся на постели, одни спасутся, а другие нет. Некогда Господь говорил, что богатые с трудом спасаются. Матфея 19, 23, 24. Теперь он показывает, что не все богатые погибают, не все бедные спасаются. Но из богатых один возьмется и будет восхищен в встретении Господу. 1 Фессалоникийцам 4, 17. Как легкий духом и небесный, а другой оставится внизу, как осужденный. Подобным образом и из бедных, которые означены мелющими, один спасется, а другой нет. Ибо не все бедные праведны. Иные из них бывают воры и подрезывают кошельки. Молотем указывается на многотрудность жизни бедных. Когда ученики спросили Господа, куда взяты будут сии, Он отвечал, где труп, там и орлы. То есть, где сын человеческий, там все святые, легкие и высоколетающие. Тогда как грешники тяжелы и потому остаются внизу. Как тогда, когда лежит мертвое тело, все плотоядные птицы слетаются к Нему, так и тогда, когда явится с небес Сын Человеческий, умерший за нас и вмененный в труп, соберутся все святые и самые ангелы. Ибо с ними придет Он в славе Отца и в несказанном блистании. Хотя Он наименовал это время ночью, но Он назвал его так потому, что оно неожиданно, и что грешников тогда обнимет тьма. Но праведникам свет воссияет, да и сами они просветятся, как солнце. Матфея 13, 43. Лука 18, 1, 8. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего!» Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Толкование. Против этого великую помощь подает молитва, «Который мы должны постоянно и с терпением творить. Представляй себе то, когда кучливость вдовы преклонила неправедного судью. Ибо если его, полного всякой злобы и не стыдившегося ни Бога, ни людей, постоянная просьба смягчила, то тем более не преклоним ли мы на милость Отца щедрот Бога, хотя Он в настоящее время и медлит. Смотри, не стыдиться людей – признак большой злобы. Ибо многие Бога не боятся, а разве только людей стыдятся и потом менее грешат? «Но кто перестал и людей стыдиться, в том уже вверх злобы. Мало найдется тогда верующих. Ибо Сын Беззакония будет иметь тогда такую силу, что прельстил бы и избранных, если бы можно было» – Матфея 24, 24. «Но Он произведет тогда веру. Ибо, хотя невольно, все исповедуют, что Господь Иисус в славу Бога Отца» – Филиппийцам 2, 11. «И если нужно назвать это верой, а не необходимостью, из неверных не останется никого, кто бы не поверил, что Спаситель – один только тот, кого Он прежде злохулил» – Лука 18, 9, 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Поищусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза, глаз на небо, но, ударяя в грудь в себя, говорил, «Боже, будь милости ко мне, грешнику!» «Сказываю вам, что из сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Толкование. Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими доводами, ибо много отраслей самолюбия. От него рождаются самомнение, хвастовство, тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие есть отвержение Бога, ибо когда кто совершенство приписывает не Богу, а себе, тот что иное делает, как не отрицает Бога и восстает против Него. Высокомерие низвергает человека на самую низшую степень и уподобляет его бесу, иногда принимающему на себя вид равного Богу. Начальные слова фарисея похожи на слова человека признательного, ибо он говорит «Благодарю тебя, Боже!» Но последующая его речь исполнена решительного безумия, ибо он не сказал «Благодарю тебя, что ты удалил меня от неправды, от грабительства». Но как? Что я не таков? Поэтому фарисей, как приписывающий совершенные дела собственной силе, высокомерен, а отсюда дошел и до осуждения других. Господь обозначает высокомерие и отсутствие смиренно-мудрее фарисея, и словом «став», ибо у смиренно-мудрого и вид смиренно-мудрый, а фарисей и во внешнем поведении обнаруживал тщеславие. У фарисея и глаза, и сердце поднимались к небу. Посмотри и на порядок, какой представляется в молитве фарисея. Сначала он сказал, каков он не есть, а потом перечислил и то, каков он есть. Сказав «Я не таков-то», как прочие люди, он выставляет и разные добродетели. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Ибо должно не только уклоняться от зла, но и творить добро» Псалом 33, 15. «И прежде должно удалиться от зла, а потом приступить к добродетелю. Подобно тому, как желая из мутного источника почерпнуть чистой воды, ты должен прежде вычистить грязь, а потом уже можешь черпать чистую воду. Вопреки страсти прелюбодеяния, он хвалится постом, ибо похоть рождается от чувственного присыщения. Так он, удручая тело постом, был очень далек от подобных страстей. А фарисеи подлинно постились во второй день недели и в пятой. Названию грабителей и обидчиков фарисей противопоставил то, что он дает десятую часть от всего, что приобретает. «Грабительство, — говорит он, — и нанесение обид, столько мне противно, что я отдаю даже мое собственное. По мнению некоторых, закон заповедует вообще и навсегда десятину, а те, кои глубже исследуют его, находят, что он предписывает трояково рода десятину». Об этом подробно узнаешь из «Старозакония», глава 12-14. «Если приложишь внимание, так вел себя фарисей. А мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными созерцания горних предметов, так как они любили смотреть на благо земные и пользоваться сонами. «Он ударял себя в грудь, как бы поражаясь сердца за лукавые советы, и пробуждая он и от сна к сознанию, и ничего другого не говорил, кроме сего, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» «За все это мытарь пошел более оправданным, чем фарисей, ибо нечист пред Господом всякий высокосердый, и Господь гордым противится, а смиренным дает благодать». Притча 3.34. Иной, быть может, удивится, почему фарисей, хотя немного слов сказал с высокомудрием, однако ж осужден, а Иов и очень много высказал о себе великого, однако ж получил венец. Это потому, что фарисей стал пустословить на похвалу себе, тогда как никто не заставлял его и осуждал других, когда не побуждало, к этому никакая польза. А Иов вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стесняли друзья, налегали на него тяжелее самого несчастья, говорили, что он страдает за грехи, и исчислял свои добрые дела для славы Божией и для того, чтобы люди не ислабевали по пути добродетеля. Ибо если бы люди дошли до убеждения, что дела, которые творил Иов, были дела грешные, и он страдает за них, то они стали бы удаляться от совершения этих самых дел, и таким образом вместо странолюбивых сделались бы негостеприимными, вместо милостивых и правдивых, немилосердными и обидчиками. Ибо таковы были дела Иова. Итак, Иов исчисляет свои добрые дела для того, чтобы многие не потерпели вреда. Таковы были причины для Иова. Не говорил уже о том, что в самых словах его, по-видимому, в велеречивых, просвечивает совершенно и смиренно мудрие. Ибо если бы я был, говорит, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, Иов 29.2. «Видишь ли, он все возлагает на Бога и не осуждает других, но скорее сам терпит осуждение друзей. А на фарисея, который приписывал все к себе, а не к Богу, и без нужды осуждая других, справедливо наводится осуждение. Ибо всяк возвышающий сам себя унизится, будучи осужден Богом, а унижающий себя через осуждение возвысится, будучи оправдан Богом». Так и сказано. «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтоб оправдаться». Исайя 43.26. Лука 18.15.17. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Истинно, говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Толкование. «Пример детей также ведет к смиренному мудрию. Господь всем научает быть смиренными, принимать всех и никого не презирать. Ученики считали недостойными такого учителя, приносить к нему детей. А он показывает им, что нужно быть так смиренными, чтобы не гнушаться и самыми малыми. Самыми малыми. Таким образом, не отвергнув младенцев, но с удовольствием приняв их, Господь делом учит смиренному мудрию. Учит он и словом, говоря, что таковых есть Царствие Небесное, кое имеет расположение детское. Дитя не превозносится, никого не унижает, ни злобиво, бесхитростно, ни в счастье не надмивается, ни в скорби не уничижается, но всегда совершенно просто. Просто. Поэтому, кто живет смиренно и не злобиво, и кто принимает Царствие Божие как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верой, тот приятен пред Богом. Ибо кто излишне любопытствует и всегда спрашивает, как это, тот погибнет со своим неверием и не войдет в Царствие, которого не хотел принять в простоте, без любопытства и со смирением. Поэтому все апостолы и все в простоте сердца, уверовавшие во Христа, могут быть названы детьми, как и сам Господь назвал апостолов. Дети, есть ли у вас какая пища? Иоанна 21,5. А мудрецы языческие, доискивающиеся при мудрости в таком таинстве, каково? Царствие Божие, и не хотящие принять оное безрассуждение, по справедливости отторгнуты от этого царствия. Господь не сказал, этих есть царствия, но таковых, то есть, которые добровольно приобрели в себе незлобие и смиренно мудрие, которое дети имеют по природе. Итак, все церковное, что составляет Царствие Божие, будем принимать без любопытства, с верой и смирением, ибо любопытство свойственно самомнению и самому дрованию. Лука 18,18-23. И спросил его некто из начальствующих, Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, Все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за Мною. Он же, услышав себе, опечалился, потому что был очень богат. Толкование. Человек сей, по мнению некоторых, был какой-нибудь злой хитрец, и искал, как бы уловить Иисуса в словах. Но вероятнее то, что он был сребролюбец, поскольку и Христос облечил его именно таковым. Марка 10, 17 и 21. Итак, Человек сей был любостяжателен. К Иисусу приходит он с желанием узнать о вечной жизни. Быть может и всем случае он руководился страстью к приобретению. Ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. Итак, он думал, что Иисус укажет ему способ, по которому он будет вечно жить, владеть имуществом и таким образом наслаждаться. Но, когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечной есть нестяжательность, то он, как бы упрекая себя за вопрос и Иисуса за ответ отошел. Ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатство на много лет. А когда он должен отказаться от имения и жить, по-видимому, в бедности, то что ему за нужда в вечной жизни? Приходит он к Господу как просто к человеку и учителю. Поэтому Господь, чтобы показать, что к нему не должно приходить, как просто к человеку, сказал, никто не благ, как только один Бог. Ты, говорит, назвал меня благим. К чему же еще прибавил учитель? Кажется, ты принимаешь меня за одного из многих. Если же так, то я не благ, ибо из людей, собственно, никто не благ. Благ только один Бог. Поэтому, если хочешь называть меня благим, называй меня благим как Бога, а не приходи ко мне как просто к человеку. Если же ты считаешь меня одним из обыкновенных людей, то не называй меня благим, ибо один только Бог поистине благ. Есть источник благости и начало самоблагостыни. А мы, люди, если и бываем добры, то не сами по себе, но по участию в его благости. Имеем доброту смешанную и способную преклоняться на зло. Закон запрещает прежде то, во что мы удобнее впадаем. Потом уже и то, во что впадают немногие и не часто. Например, прелюбодейство, поскольку оно есть огонь с внешней и внутренней стороны. Убийство, поскольку гнев есть великий зверь. А воровство менее важно и во лжесвидетельство можно нечасто впадать. Поэтому первое преступление запрещается прежде, так как мы легко впадаем в оное. Хотя в других отношениях они и более тяжкие. А сии, то есть воровство и лжесвидетельство, закон поставляет на втором месте, так как оное совершается нечасто и менее важны. Вслед за сими преступлениями закон поставил грех против родителей. Ибо хотя грех этот и тяжек, но нечасто случается, так как нечасто и немного, но редко и мало оказывается таких зверообразных людей, чтобы решились оскорблять родителей. Если что-нибудь останется, ты, значит, раб того. И раздай не родственникам богатым, а нищим. По моему мнению, из слова раздай выражает ту мысль, что расточать имение нужно с рассуждением, а не как попало. Поскольку же при нестяжательности человек должен иметь и все прочие добродетели, поскольку Господь сказал и следуй за мною, то есть и во всех прочих отношениях будь моим учеником, всегда следуй за мною, а не так, чтобы сегодня следовать, а завтра нет. Не безизвестно мне, что великий светильник вселенной златоуст принимал, что юноша сей желал истинной вечной жизни и любил оную, но одержим был сильной страстью севролюбием. Однако неуместна и предложенная теперь мысль, что он желал вечной жизни как человек любостяжательный. Лука 18 24 30 Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшиеся ей сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком возможно Богу. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно, говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и в век будущей жизни вечной. Толкование. Не сказал он, что богатым невозможно войти, но трудно, ибо таковым не невозможно спастись. Раздав богатство, они могут получить небесное благо, но сделать первое нелегко, потому что богатство связывает крепче клея, и тому, кем оно возобладало, трудно отказаться от него. ниже ниже Господь объясняет, как это бывает невозможно. Если же удобнее верблюду поместиться в игольные уши, нежели богатому спастись, а первое невозможно, то тем более невозможно спастись богатому. Что же нужно сказать? Прежде всего то, что богатому действительно невозможно спастись. не говори мне, пожалуй, что такой-то будущий богат раздал, что у него было и спасся. Ибо он спасся не в богатстве, но когда сделался бедным, или спасся как домоправитель, но не как богатый. А иное дело домоправитель, иное богач. Богач сберегает богатство для себя, а домоправителю верено богатство для других. Ибо лучше, если мы откажемся от всего, или если не откажемся от всего, то по крайней мере сделаем бедных соучастниками, и тогда невозможное сделается возможным. Хотя не отказавшись от всего, нельзя спастись, но по человеколюбию Божию возможно бывает спастись и в том случае, если несколько частей уделить на действительную пользу. Ты не на то смотри, что оно мало, но что это малое заключало в себе все средства человека к жизни. И что как ты надеялся на многое и великое, так он этим немногим и малым надеялся поддержать свою жизнь. Не говорю уже о том, что имеющий малое имеет большую к нему привязанность. Это видно на отцах имея одно дитя они обнаруживают к нему большую привязанность, нежели тогда, когда у них детей бывают больше. Так и бедный, имея один дом и одно поле, сильнее их любит, нежели ты многие. Лука 18, 31, 34 Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, Вот, мы восходим в Иерусалим и совершится все написанное через пророка во сыне человеческом, ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них, сокровенны, и они не разумели сказанного. Толкование. Немалая польза была тогда, когда они впоследствии вспоминали, что сбылось именно то, чего они не поняли, когда предсказывал им Господь. Лука 18, 35, 43 Когда же подходил он к Ерихону, один слепой сидел у дороги, просе милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Толкование. Горячность изнутри двигала им. Заметь и благодарность исцеленного, ибо он пошел за Иисусом, славя Бога, и других располагая к прославлению его. Лука 19, 1, 10. Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кем, кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Толкование. Господь похищает самые крепкие сосуды дьявола и разрушает его города. Ибо смотри, как он не только мытарей сделал своими учениками, но и старшего между мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не сомневается. Ибо средства к жизни мытарь приобретает не иначе, как от слез бедных. Однако же этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и воздаяние получает спасение. Ибо когда он пожелал увидеть Иисуса и для всего взлез на смоковницу, Господь усматривает его прежде, чем он сам увидел его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидеть нашу готовность. Иисус увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как он имеет быть в дому его. Закхей не умедлил, ибо не должно уклоняться, когда повелевает что-нибудь Христос, но слез и принял с радостью, хотя многие роптали. Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь малое, но все жизненное, ибо и то самое, что он удержал, удерживал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Сим научает и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания. Если кого, чем обидел, он возвращает в четверо, всем самым вознаграждая убыток, причиненный обиженному. Ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с прибавлением согласно законам. Ибо закон заставлял укравшего уплатить в четверо исход 22.1. Если даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего не осталось в изимении, ибо половину имения он дает нищим. И у него осталась только половина. Из этой оставшейся половины он опять возвращает четверо тем, кого он обидел. Поэтому если жизнь этого старейшины мытарей состояла из неправд, а он за все, что приобрел неправды, возвращает в четверо, то смотри, как он всего лишился. Всем отношений он оказывается мудрствующим, выше закона, учеником Евангелия, так как он возлюбил ближнего более чем себя. И это не в обещании только, но и на самом деле. Ибо не сказал отдам половину, возвращу четверо, но вот я даю, возвращаю. Он знает наставление Соломона, не говори, пойди, приди опять, и завтра я дам. Притча 3.28 Христос благовествует ему спасение. Ныне говорит, ты даешь, ныне тебе спасение, ибо словами домусему, без сомнения, указывает на Закхея, получающего спасение. Под домом, разумеется, Закхей, потому что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Аврамовым, а очевидно назвал так одушевленного хозяина дома. Назвал его сыном Аврамовым, быть может, потому что он уверовал и оправдался верой, а может быть, и потому, что великодушно презрел богатство и возлюбил бедных подобно всему патриарху. Примечай, Господь назвал Закхея сыном Аврамовым теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал он, потому что Исей сын Аврамов был, но ныне есть. Ибо прежде будущей старейшиной мытарей и сборщиком податей, а с праведником не имея никакого сходства, он не был сыном его. Всяк, кто старше многих в злобе, мал духовным ростом, ибо плоть и дух противоположны между собой, и потому не может увидеть Иисуса за народом, то есть смущаемый страстями и житейскими делами, не может увидеть Иисуса действующего, движущегося и ходящего. Приходит в сознание и взлезает на смоковницу, то есть презирает и попирает всякое удовольствие и приятность, которые означаются смоковницей, и таким образом возвысившись над собой и полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом и сам усматривает его. Тогда Господь говорит ему, «Сойди скорее», то есть через покаяние ты пришел на высшую жизнь, сойди же через смирение вниз, чтобы высокомерие не обмануло тебя. Смирись скорее, ибо если ты смиришься, то мне надо бы быть у тебя в доме, ибо на кого я призрю? На смиренного и сокрушенного духом и на потрепещущего предсловом моим. Исайя 266,2 Так, удача? Все.